День Города Один день сотрудников в фотодоме прошла необычная выставка. 18 марта в Рязанском лесопарке прошел торжественный концерт «Крымская весна», посвященный десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Вместе с жителями Рязанской области в нем принял участие губернатор Павел Малков. Концерт прошел под лозунгом «Россия, Крым, Севастополь. 10 лет в родной гавани». Прозвучали патриотические выступления, песни и стихи о любви и преданности Родине, героизме и единении народа. В мероприятии приняли участие ветеран специальной военной операции, заместитель начальника кафедры физической и горной подготовки РВВДКУ имени генерала Маргелова Роман Иголкин, представители Рязанского комитета семей воинов Отечества, филиалы фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», ветераны, национальные и молодежные объединения, профессиональные и творческие союзы, трудовые коллективы, политические партии, областные и городские органы самоуправления, курсанты и студенты рязанских вузов. Крым теперь навсегда с Россией. Мы одна большая семья, единый сплоченный народ. Вот все вместе мы действительно сила. Наши деды, прадеды проливали свою кровь, когда боролись с фашизмом. И сегодня вот эта борьба продолжается. У нас не победить. Держим курс на развитие страны. Держим курс на сохранение нашей идентичности, нашего суверенитета. Я уверен, что у нас абсолютно все получится. Планы очень большие. Также глава региона подчеркнул, что результаты состоявшихся выборов президента Российской Федерации яркое подтверждение сплоченности и единства жителей России. В рамках празднования десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией во всех селах прошли уроки мужества. Встречи с участниками специальной военной операции, автопробеги, викторины вручались паспорта школьникам Рязанской области. Дом остался без газа на три дня. Причина точно не выяснена. Однако есть подозрения. Один из жителей мог неправильно установить газовое оборудование. Ту же колонку. К чему может привести такое самоуправство, расскажем далее. Я пришла к своей маме, она у меня лежачая. Мне надо ей приготовить покушать. Как я могу приготовить, если я включала? Газа не было. Сейчас я могу включить. Вот, пожалуйста, газ есть. Но это надо было ждать три дня. Три дня, начиная с субботы, говорит Елена Абрамова. Сама она тут не живет. Приезжает навестить маму. И в субботу женщину ждал неприятный сюрприз. Отключили газ. Оказалось, отключили его во всем доме номер два, корпус один по улице Интернациональная. А причина такого довольно тривиальная. Какой-то делец. Мы не знаем, какая квартира, нам так и не сказали. Самовольно устанавливал колонку и перепутал шланги, поставил водяной на газ. В итоге у нас в газовую трубу попала вода, упало давление и мы остались без газа. Газовщики тоже считают это одной из версий. Самовольная установка газового оборудования одним из жильцов. Как результат, в газораспределительную систему попала вода. И привело это не просто к отключению газа во всем доме. Последствия для некоторых жильцов оказались куда хуже. У соседки снизу там вообще проблема, потому что когда кто-то пустил вот эту воду по газовой трубе, она открыла комфорку. И в итоге у нее вместо газа из комфорки потекла вода со всех комфорок, потекла колонка. В итоге ламинат испорчен, мебель которой стоит испорчена. Специалисты ОАР «Рязань-Гургаз» газоснабжение восстановили за три дня. Притом в первые сутки в шести из восьми подъездов. 18 марта работы были завершены. В «Рязань-Гургазе» напомнили, что самовольное вмешательство в газораспределительную систему может грозить административной ответственностью. Иногда даже вплоть до уголовной. Так что если версия жильцов подтвердится, то виновнику предстоит оплатить стоимость восстановительных работ, а также его привлекут к административной ответственности и его ждет наказание в виде штрафа. Фотограф Александр Королев представил выставку «Один день сотрудников полиции России». Репортажные работы отражают специфику деятельности правоохранительных органов. Выставка организована Культурным центром МВД России Паризанской области в музейно-выставочном центре «Фотодом». Эксперты-криминалисты, архивисты, кинологи. 27 фотоснимков о повседневной работе специалистов правоохранительных органов. Снимки непостановочные. В течение месяца Александр Королев наблюдал за трудом людей в форме и фиксировал на камеру. Так появился проект «Один день сотрудников полиции». Мне приходилось и раньше снимать, но здесь просто такое одно было глубокое погружение. А раньше приходилось снимать работу некоторых служб, вот работу там линейного отдела, тоже патрули. Однажды мы участвовали даже в погоне в рейде с ДПС. Но это было интересно, но это было так разовые такие были. Первые, в моей точной. Я специально профессии не посвящал ни разу. Самой интересной для фотографа оказалась съемка участковых и сотрудников постовой службы. Этим полицейским приходится чаще общаться с людьми, чем другим подразделениям, комментирует фотограф. Потому и снимки с ними самые живые в экспозиции. На всероссийской акции «Один день работы полиции». То есть участковые направления, участковые службы – это одно из маленьких направлений работы полиции. Здесь представлено много служб, и ППС, участковые полуполномоченные, ДПС, дежурные части. Художник хотел показать все службы, которые здесь есть. У нас еще есть службы, которые здесь не представлены. Поэтому, я думаю, мы продолжим это направление с ним дальше. Он уже и пообещал. Поэтому здесь представлено то, что он увидел в мгновение и попытался изобразить всю, наверное, красоту и сложность нашей профессии. Своими фотоснимками Александр Королев позволил зрителю по-другому посмотреть на трудовые будни тех, кто всегда на страже закона и порядка. По откликам зрителей задумка удалась. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 20 марта в мире отмечают День воробья. Внимание к маленькой неприметной и такой привычной вроде бы птичке не случайно. Численность воробьев стремительно сокращается в мире. Ученые буквально бьют тревогу. С чем связан этот процесс и касается ли он нашего региона, ответы в нашем сюжете. Серо-коричневые маленькие птички, звонко чирикующие повсеместно, знакомы каждому с детства. Воробей – птица, которую любой, даже далекий от знания фауны человек, узнает с первого взгляда. Однако и среди воробьев бывают разные виды. Скажем, в Рязанской области различают домового и полевого. У первого серая головка, у второго черные пятнышки на щечках, а головка коричневая. Между тем, стайки и тех, и других от года к году редеют. Есть несколько предположений, почему так происходит, но ни одно из них пока не доказано. Возможно, здесь влияет то, что сейчас очень сильно изменился способ застройки городов. Очень много домов имеют конструкции из каких-то плотных материалов, плит, пластиковые окна. И для воробьев исчезли привычные места для гнездования – ниши, какие-то укрытия, щели в стенах домов. Чтобы понять, насколько меняется численность, воробьев нужно проводить многолетние наблюдения на больших территориях. И помочь в этом ученым может абсолютно каждый. Акция «Всероссийская перепись воробьев» идет у нас всю неделю. Для того, чтобы принять участие в ней, нужно найти все материалы о воробьях в нашей группе ВКонтакте. Это «Рязанский клуб птицы» или на всероссийском уровне в группе «Союза охраны птиц России». Там есть вся информация, как можно поучаствовать в этой акции. В конце марта воробушки разбиваются на пары и начинают гнездиться. Скоро они будут откладывать яйца и высиживать птенцов. А пока в общественных пространствах возле кустарников и прошлогодней травы можно наблюдать большие веселые стайки задорно чирикающих птиц-воробьев. Спонсор программы «День города» выставка продажи икра и рыбы «Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. У древних народов весеннее равноденствие ассоциировалось с приходом весны. Поэтому встречали праздник с особой теплотой. Бурными гуляниями и восхвалением солнца. Считалось, что в этот день природа просыпается от зимнего сна. Тьма отступает, а дни увеличиваются. В этом году он наступит 20 марта. Наши предки этот день отмечали с большим размахом. С утра хозяйки выпекали печенье в форме жаворонков и блины. Далее все шли на ярмарку. По дороге пели, танцевали, участвовали в увлекательных играх. Перетягивание каната, прыжки через костер в городке. К вечеру на городских площадях массово жгли костры. Завершали день тем, что косили с горы в реку горящие колеса. Символы солнца. Это один из самых древних праздников языческих. И фактически он отмечался как в скотоводческих племенах, так и позднее в земледельческих общинах. И первое упоминание вообще о том, что богиня Эустер или Остер в германской традиции – это XI век. Некий монах описал, что была такая богиня у древних германцев. И они считали, что она долго спит. Для того, чтобы ее разбудить, надо было каким-либо образом ее призвать. И вот этот день весеннего равноденствия – это был как раз призыв весны. В Индии день весеннего равноденствия совпадал с фестивалем красок. На городских площадях представители всех каст пели, танцевали, посыпали друг друга цветными порошками, изготовленными из местных специй. У древних германцев запрещалось есть мясо. Таким образом, перед началом весны народ очищался. В Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и других странах в этот день празднуют Новый год. В этот день устраивались гадания. То есть, в эти самые печенья запекались бусинки, ключики, все что угодно, мелкие предметы. Кому это попадалось, та же самая, например, бусинка, считалось, что тогда женщина забеременеет, если женщина съедала это печенье. Ключи – это всегда были ключи от нового дома. Считалось важным, опять же, моментом в этот день увидеть первоцветы, потому что это прямо вообще называется «счастье будет тебе необыкновенное». И еще, например, для больных людей, кто серьезно хворал, в этот день собирали воду из семи источников. Также существовали приметы, связанные с этим днем. Если погода морозная, то ждать до конца весны еще 40 морозных дней. Если теплое, ближайшие 40 дней будет тепло. Увидели, как летит стая птиц к хорошему зерновому урожаю. Если облака плывут по небу быстро и высоко, лето и осень будут теплыми. Рыба и морепродукты для рязанцев в дни Великого поста. Открыта ярмарка на улице Есенина в КВЦ АК. Продавцы рекомендуют поспешить за свежими продуктами. Очередь к прилавку торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Здесь кита, зубатка, палтус, слабосоленая и холодного копчения. Ну и, конечно, царица морей – чавыча. Красную чавыча, врачи говорят, есть надо. Ну, малосоленая красная рыба такая вот, то, что они вот продают. Окунь, горячее копчение. Потому что я уже брала, белорыбец я тоже пробовала, и масляную пробовала, и чавычу пробовали. Ну, из-за всего мне чавыча больше всех понравилась. Чавычу пришла за чавычу. Икраеры. Брала уже не раз. За их богатый состав. Все там, съел один раз утречком бутербродик, и на весь день хватит. Мне посоветовали чавыча, вот не знаю, смотрю. Посоветовали чавыча. Морепродукт полезный, я все люблю. Также в ассортименте ярмарки печень трески и камчатские деликатесы, икра горбуши и нерпы, красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами, а еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. Известный факт, что красная икра является источником легкоусвояемых белков, богатой йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, Б, фолиевой кислотой. Содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Икра чавыча очень вкусная, замечательная, с маслистом, с хлебушком. Прям великолепная. Они в тот раз приезжали, мне понравилось, я хочу еще взять. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна, потому что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно в выставочном центре АК по адресу улица Радищева, дом 1, дробь 80. Выставка-ярмарка работает с 19 по 23 марта. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 18 по 23 марта у входа в ТЦ Куиз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова